Шахматный турнир. В помещении Московского общества любителей шахматной игры в два часа пополудни состоится турнир М.И. Чегорина с десятью партнерами. Господин Чегорин будет играть алявель, не глядя на доску и не записывая ходов. Ставка в игре 100 рублей, входной билет 2 рубля. Приглашаются все желающие. Не глядя на доску, удивился Ераст Петрович и записал себе в книжечку. Ладно, съезжу, поиграю. Генералы настоящие, шахматист тоже. Действительно феноменальный дар. Сидел спиной к доскам, ничего не записывал. Из десяти партий выиграл девять, проиграл только одну. Неплохой бизнес, как говорят нынешние дельцы. 900 рублей господин Чегорин получил, 100 отдал. Чистая прибыль 800. И это за какой-нибудь час. А кому он проиграл, полюбопытствовал Анисий. Мне, ответил шеф, но это неважно. Время потрачено попусту. Ничего себе попусту, подумал Тюльпанов. 100 рублей, спросил уважительно. Хорошо играете в шахматы? П-прискверно. Случайное везение. Фандорин поправлял перед зеркалом и без того идеальные уголки крахмального воротничка. Я Тюльпанов, видите ли, тоже в некотором вроде феномен. Азарт игры мне неведом. Любые игры на дух не выношу. Но мне всегда везет в них совершенно фантастическим образом. Я уж привык и давно этому не удивляюсь. Даже вот в шахматы. Господин Чегорин перепутал клетки. Велел поставить королеву не на F5, а на F6. Прямо под мою ладью. А после так расстроился, что продолжать не захотел. Все-таки играть 10 партий не глядя, чрезвычайно трудно. Играйте, фахматы!